Наше общество несправедливо и неправильно Неравенство доходов приобрело ужасающие масштабы Половина всех денежных ресурсов в России сосредоточены у 1% сверхбогатого населения Избранные и назначенные государственные слуги народа давно забыли, что являются слугами Сосредоточены на собственном обогащении и обслуживании класса господ Упадок и недостаточное финансирование заметно во многих отраслях В промышленности, аграрном комплексе, в образовании, здравоохранении, культуре и жилищно-коммунальном хозяйстве Правящая элита живет словно в параллельном измерении Подавляющему большинству российских граждан приходится с этим мириться А нужно ли мириться? И должна ли существовать система, в которой очень хорошо живет лишь 1% граждан, а остальные вынуждены выживать? 30 лет капитализм формировался на молчаливом согласии народа Создавались огромные структуры ширмы с кивающими болванчиками Единственными задачами которых было беспрекословное согласие с решениями господ и имитация живого гражданского общества Редкие несогласные карались, теряли работу, объявлялись городскими сумасшедшими, смешивались с грязью Огромные деньги и по сей день продолжают тратиться на создание иллюзии счастливого народа, цветущих городов и развивающихся отраслей Вызовы настоящего внезапно обнажили под яркими фантиками и вывесками демократии, гласности и права, пугающую жадность, злобу и разруху Мы не должны отдать такое наследие нашим детям и внукам Мы не имеем на это права Настало время сказать свое народное слово Необходимо начинать с малого, с человека, его возможностей и его активности С объединения рабочих людей в группы, в движения, в организации Низовых организаций и организованных коллективов независимых граждан сейчас мало Чтобы пробудить угнетенных и вовлечь массы в идею кардинального переустройства общества, их должны быть десятки тысяч Маленьких борющихся ячеек соратников Нужна культура солидарности и чувство товарищеского плеча Необходимо умение самоорганизовываться и действовать, исходя из доступных законных инструментов Создавая материальную, идейную, кадровую и финансовую базу для будущих прогрессивных преобразований Реальные объединения граждан возможны только на реальных делах А настоящая народная партия возможна только на реальных ячейках По сути, главная стратегическая цель гражданских объединений – подготовка условий для появления этой партии Она не должна и не будет участвовать в избирательном процессе Но именно эта партия соберет все ячейки, советы, профсоюзы и объединения воедино Став сетью с единым руководящим органом и силой превыше любых марионеточных буржуазных партий И сегодня студия «Думай сам, думай сейчас» начинает работу по освещению практико-ориентированной стратегии, отвечающую на вопрос «Что делать сейчас?» Продолжение следует...